Ты мелкомысляешь, дорогой Махмуд, пока мы в Дагестане толковых управленцев убивали, изгоняли, бездарных пастухов вчерашних к власти допускали, пока мычали друг на друга и кричали, мы Аваристан, мы Дарганистан, мы Кумыкистан, мы Лизганистан, мы Лакенистан, кричали и мычали, как волки дикие друг друга разрывали. Увы, Махмуд, проспали мы с тобой Дагестан, мы получили то, что заслужили. Единство пока лишь только снится нам, теперь мой Дагестан, мы скоро будем называть Варягистан. Есть такая тема, ислам и патриотизм. Совместим ли патриотизм с исламом? Прежде всего, я хочу начать с того, что для человечества существует только две модели цивилизации. Одна кочевая, другая оседлая. Оседлая цивилизация нам всем известна. Это древний Вавилон, это древний Иран, это земледельческие феодальные структуры, это пирамидальное общество, во главе которого стоит фараон, кесарь или шах, например. А кочевая цивилизация, это цивилизация воинов, которые являются людьми равными друг другу. Это цивилизация, основанная на справедливости и на вкусе вечности. Между двумя этими цивилизациями всегда шла борьба. Ислам, единобожие, обращается ко всему человечеству, но приходит через пророков, которые принадлежат кочевым структурам. Поэтому кочевое отмечено в исламе как наиболее главный оперативный момент. Ислам изначально, начиная с Ибрахима, построен на переселении, на хиджке. В основе исламской активности лежит смена места. Если бы не хиджа, если бы не готовность мусульман, первых мусульман, салафов и табиидов переселяться, сегодня не было бы ислама в Северной Африке, в Китае, в Индонезии. Потому что главное в распространении ислама это мобильность мусульман. И это отсутствие любой привязки к почве и крови. Потому что язычество, оно всегда привязано к крови и к почве. Язычество, связанное с оседлой, земледельческой, феодальной, фараонической цивилизацией, это blud und boden, как говорили немцы, кровь и почва. Латиняне говорили, dolce est pro patrio morte, то есть сладко умереть за Родину. Это тезис, это тезис глубоко языческий. А в исламской сумме существует то, что нам оставил наш пророк, саляллаху алейху 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 асалям, который сказал, кто умирает за род, тот не из наших, и кто умирает за нацию, тот не из наших. Не может быть каумия, не может быть этноса, не может быть национализма, который свободен от почвы. Такой кочевой национализм может быть присущ только евреям. Да и то евреи не являются в этом смысле нацией в буквальном смысле. Евреи это политическая организованная международная сила, которой и мусульмане должны быть и так же являются. Поэтому патриотизм это вещь глубоко чуждая ислам. Но другое дело, что ислам всегда стоит на страже той территории, где распространяется шариат, и где живет доминирующее большинство мусульман, которые становятся хозяевами этой земли. Динамика распространения ислама не привязана к почве. И вот то, что на Северном Кавказе происходит, когда начинают делить, это лагские территории, это кумыкские территории, это ингушские, это чеченские территории. Это абсолютная каумия, это абсолютное язычество. Потому что до того, как туда не пришли русские, у мусульман на Северном Кавказе вообще не было идеи, что вот эта территория является этнически помеченной, что там есть некий такой ярлык. Здесь, мол, живут карачаевцы, а здесь живут кабардинцы. Нет. Да, конечно, в основном на этой территории живут, допустим, черкесы, адыги, здесь живут карачаевцы, здесь живут в основном войнахи, но это абсолютно не значит, что там не может жить другой мусульманин. Поэтому первым, чем начали заниматься при советизации империалисты из Москвы, они стали фиксировать национальную принадлежность территории, для того, чтобы потом нарезками сталкивать между собой кавказские этносы. Очень сложно это было в Дагестане, потому что в Дагестане были джамааты, которые состояли из многих национальностей. Когда национальности сведены вместе в исламском джамаате, когда в одном джамаате в данном месте живут и кумыки, и даргинцы, и аварцы, очень трудно сказать, что вот эта земля только даргинская, или только аварская, или только кумыкская. Поэтому им надо было растаскивать людей между собой, разрывать джамааты и расселять этносы, чтобы ввести понятие местечкового патриотизма, местечкового такого земельного национализма. До сих пор в Дагестане это не удалось в полной мере. Но сама попытка сделать это указывает на то, что патриотизм – это оперативное оружие язычества, оперативное оружие политического язычества, которое всегда направлено против ислам. А вот защита территории распространения шариата – это совсем другое. Но это не патриотизм. Это зона политической защиты некоторых принципов, которые фундаментально контролируют, помогают контролировать исламу эту землю. Потому что это осуществление коранического тезиса – «Сражайтесь до тех пор, пока вся религия на земле не будет принадлежать одному Аллаху». И распространение религии, которая принадлежит одному Аллаху, выражается в том, что на этой территории действует шариат. Действует шариат между людьми. Действует шариат между членами джамааты, которые, естественно, являются доминантным законом, законом справедливости и для тех, кто уже в джамаат не входит. Ну, надо просто различать между людьми, которые выходят из абелиллях для того, чтобы шерповать своей жизнью и имуществом на пути Аллах, легкими и тяжелыми, и теми, которые остаются, чтобы поить водой паломников, которые не равны тем, кто выходит. Поэтому надо понять, что земледельческие люди, к которым тоже обращается ислам, потому что он обращается ко всем людям, они сидят на своих местах, но это не правящий слой. Правящий слой – это те, кто выходит. Правящий слой – это те, кто готов к хиджи. Правящий слой – это те, кто готов к переселению. Правящий слой – это те, кто готов к самопожарствованию, к тому, чтобы положить свою душу в борьбе за ислам для того, чтобы осуществить подписание Аллаха о судьбе творения. Это правящий слой. И, конечно же, им не присущ патриотизм. Им присущ политический глобальный проект, касающийся всей земли. А, конечно, патриотизм по факту может встречаться среди тех, кто сидит на своем клочке земли. И, естественно, он не мыслит себя в отрыве, так сказать, вот от этой территории. Это земледельцы, они тоже люди, они тоже муслимы. Хотя вопрос муми да я не, но они муслимы. И поэтому мы должны их защищать. Раз они подчинились шариату, раз они предали себя Всевышнему, мы должны их защищать. Но это не патриотизм. Это чисто политический проект. А патриотизм заменяет религию. Патриотизм это псевдорелигиозное языческое чувство. Поэтому ислам и патриотизм это полярно противоположные вещи. И к Всевышнему мы прибегаем.